Моя зовут Леонид Волков, я IT-предприниматель из Екатеринбурга, но так получилось, что с 15 июня по 8 сентября этого года я в несколько непривычной для себя роли был руководителем штаба Алексея Навального и в каком-то смысле первопроходцем на небе такого честного политического менеджмента. Я в нашей стране делал довольно много вещей, которые, по-моему, никто особо у нас никогда не делал, и пока этот опыт свежий, мне хочется о нем порассказывать и его как-то попытаться передать. Наверное, в этом опыте каждый сможет найти что-то, что пригодится при организации той или иной региональной политической компании. Сразу несколько дисклеймеров. Я не политтехнолог и очень злюсь, когда меня так называют. Политтехнология, в моем понимании, это очень плохое слово. В русском языке, по крайней мере, сейчас это слово о том, как бы сделать так, чтобы избиратель проголосовал за табуретку, которую мы решили избирать мэром или губернатором. Политтехнология это, а давайте изобразим, чтобы тут вышло казачество и поддержало нашего кандидата, а тут вышли, не знаю, там работники образования и поддержали нашего кандидата. Слово обросло очень негативными коннотациями и мы очень гордимся тем, что в нашем штабе в течение всех трех месяцев его работы ни одного политтехнологии никогда не было. Тем не менее, то, что мы делали, это, безусловно, были технологии и тем не менее мы их применяли в политике. Я сходу не могу придумать какого-то другого слова для того, чтобы это все обозначить, поэтому я просто о них расскажу. Любые замеры, грубые, количественные, качественные, фокус грубый до больших социальных опросов, показывают, что есть пять базовых проблем, о которых прекрасно знаем мы, о которых прекрасно знали наши оппоненты с самого начала. Мигранты, ЖКХ, транспорт и пробки, здравоохранение и дороговизна жизни. В Москве последний вопрос формулируется именно так, не низкие зарплаты, как он обычно формулируется в регионах, а дорогая жизнь. В Москве зарплаты-то высокие, но там, чтобы купить квартиру, тебе все равно на 60 лет работать ничего не есть или больше, на среднюю зарплату. То есть высокие зарплаты нивелируются очень высокой стоимостью жизни. Эти пять проблем в тех или иных соотношениях, мигранты всегда устойчивы. На первом месте здравоохранение больше для пенсионеров, высокая стоимость жизни больше для молодых людей. Но так или иначе, всегда занимают топ-5 любых опросов. Никакой коррупции близко там не стояло, никого произвола чиновников, что характерно, тоже. У нас наша аналитика показывала, что есть существенная измеримая разница в готовности голосовать за Навального между теми избирателями, которые имели контакт с его агитационными материалами хотя бы раз и которые не имели контакта. И коэффициент конверсии был от 12 до 15%. То есть уровень поддержки Навального среди тех, кто сталкивался с агитационным материалом, просто сталкивался, был на 12-15% выше, чем среди тех, кто не сталкивался. Другими словами, если ты даешь 8 газет 8 людям, которые мимо тебя проходят, которые раньше газету за Навального не читали, то один из них магическим образом, под влиянием каких-то химических реакций в мозгу, после этого возьмет и проголосует. Коэффициент, потрясающий коэффициент, очень хороший, невероятно хороший. Но как его отработать? Больше раздавать, раздавать разным людям. Понятно, что коэффициент падает, если ты раздаешь тем, кто уже сталкивался с агитационным материалом. Пытаться цеплять людей в как можно более разных средах. Вот, конечно, здесь надо было попытаться быть еще более разнообразным. Может, все-таки запустить квартирные обходы, сделать что-то еще. Визуальный захват города – это решение, которое направлено на адресацию страха одиночества избирателя. Я один такой, мой голос ничего не решает, на выборы ходить нет смысла и так далее. Нам надо было показать, что нас вокруг очень много, что на самом деле все за Навального, что это не страшно быть за Навального, что мы, если соберемся все вместе, то мы переголосуем пенсионеров. Если мы всем Фейсбуком и ВКонтактом оторвемся от стула и видим на улицу, то мы переголосуем пенсионеров. И вот задача визуального захвата была, наверное, самая интересная и амбициозная задача, которую мы пытались решить. И, если честно, задача, которую мы не смогли до конца решить. У нас была пара попыток сделать листовки или газеты специально ориентированные на женскую аудиторию. Была пара попыток рассказать какие-то истории от имени Юлии. Интересно, что в итоге ни одна из этих попыток не привела к продукту, который увидел свет. Мы показывали наши листовки и газеты на фокус-группах. Мы показывали фокус-группы наши основные видеоролики и аудиоролики. И фокус-группы каждый раз и неизбежно зарубали все, что было связано с Юлей и с обращением от ее лица. Вопреки опыту тех же самых американских компаний, где личные письма Мишели Обамы играли очень большую роль. Мы делали, на наш взгляд, очень хорошие продукты, основанные на интервью Юлии, на ее фотографиях, на ее видеообращениях, писали с ней специальные видеоролики. Фокус-группы из женщин же 45-55, на которых все это было ориентировано, из пенсионеров, говорили, нет, это Раиса Максимовна, женщина должна сидеть дома, участие женщины в политике неприемлемо, это все не работает. Вот, если где-то и проявлялась, черт возьми, специфика пресловутого национального менталитета, то вот она. К нашему большому сожалению, огромное количество очень хорошего контента, очень качественного, ушло таким образом под нож. В итоге, замечательный совершенно образ Юлии, она совершенно потрясающий светлый человек, у них потрясающие взаимоотношения с Алексеем, очень взрослая и зрелая семья, которая, на самом деле, там построена на очень гармоничных взаимоотношениях, вот эту всю историю мы оказали способны рассказывать только сторонникам. Сторонники воспринимали все выступления Юлии на ура, массовый избиратель нет, не был к этому готов. В каких ограничениях будет работать все то, о чем я рассказываю? Какой предел применимости? Это, на самом деле, очень нетривиальный вопрос. Мы с вами много раз слышали о том, что есть там какая-нибудь уникальная школа Иванова, в которой 4-летние дети начинают свободно говорить по-английски через месяц занятий. Потом Иванов пишет методику Иванова, эта методика продается за большие деньги, пытаются приносить другие места. Выясняется, что она нифига не работает, потому что, на самом деле, в каждой школе Иванова и методики Иванова всего 20% методики и 80% самого Иванова. Про это надо помнить, когда мы будем пытаться те или иные вещи из компании Навального слепо скопировать в региональные компании или в какой-то другой политической компании, не связанной, например, с выборами, а связанной, не знаю, с сбором подписей под какую-нибудь инициативу и так далее, и так далее. Политических компаний бывает много разных. Внешне они все похожи, но внутренне, по своему содержанию, они отличаются довольно сильно. Так и здесь. Конечно, главным элементом компании Навального был Навальный. И тут нет там никого вождизма и культа личности. Это просто факт, который надо очень четко понимать. Эта компания не состоялась бы, если бы уже не был главным ее элементом, зрелый, сформировавшийся политик с большим кругом сторонников, который знает, что может бросить клич и случится успешный краудфандинг, бросить клич и придут тысячи волонтеров. Мало какой другой политик в стране сейчас обладает таким ресурсом. Если вы хотите, допустим, повторить компанию Навального на региональном или на каком-то другом уровне, в первую очередь вам надо озаботиться тем, чтобы пару-тройку, а лучше 8-10 лет поработать на формирование политического имиджа, базы сторонников, заработать себе определенную репутацию последовательной политической позиции, последовательными делами. Без этого почти ничего не получится. С другой стороны, другие технологические фишки вполне могут сработать и пригодиться. Я поэтому буду рассказывать обо всем без особого разбора, но вы, пожалуйста, помните о границах применимости. Напомню общую хронологию событий. 4 июня 2013 года, в день рождения Алексея Навального, кстати, мэр Москвы Сергей Собянин внезапно подает в отставку с тем, чтобы стать временно исполняющим обязанности мэра Москвы на следующий день. И с тем, чтобы внеочередные выборы мэра Москвы были назначены на единый день голосования 8 сентября. Формально дата назначения выборов 8 июня и уже 15 июня Алексей Навальный подает документ на регистрации в качестве кандидата мэра Москвы в порядке выдвижения от политической партии РПР Парнас. Это чисто технологический момент, который заключается в том, что кандидат от партии не должен собирать подписи избирателей. Следующая важная дата, 10 июля, это день, к которому должен быть пройден так называемый муниципальный фильтр. Собраны подписи не менее чем 110 муниципальных депутатов из 110 разных из 146 имеющихся муниципальных образований в Москве. И после 10 июля в течение 10 дней должна случиться регистрация кандидата. По факту она случилась у нас 17 июля. И после этого, как мы видим, полтора месяца остается она саму по себе избирательную кампанию. Мы работали в пределах крайне сжатых сроков. Если нормально в Америке или в Европе избирательная кампания такого уровня с 7 миллионами избирателей разворачивалась бы за полтора года, а ее активная фаза начиналась бы за 4-6 месяцев, то у нас было 3 месяца на все про все, из них полтора месяца на активную фазу избирательной кампании. Тем не менее, во всем остальном, это была традиционная избирательная кампания, состоящая из трех основных фаз, из которых любая избирательная кампания должна складываться. Это сначала работа на узнаваемость кандидата, потом работа, собственно, на агитацию, на побуждение голосовать за него, и потом, в самой последней неделе, работа на мобилизацию сторонников, то есть, на конвертацию, готовность голосовать в реальный переход ногами на избирательный участок и голосование. Эта трехзвенная структура не является каким-то изобретением, она очень логична, если подумать. Нет смысла пытаться человека сагитировать, поддержать того или иного кандидата, если он просто не знает о наличии такого кандидата. Нет смысла человека мобилизовать прийти на участок, если он не готов за кандидата проголосовать. Поэтому эти три вещи, узнаваемость, агитация и мобилизация, в любом случае должны быть проделаны. С самого начала мы понимали, что компания Навального будет волонтерской, и она будет основана на небольшом количестве финансовых ресурсов и на очень большом задействовании волонтеров. Просто потому, что это наше главное конкурентное применение, наша главная сильная сторона. Волонтеры — это то, что у Навального есть, а у всех остальных кандидатов нет. А все остальное — наоборот. Деньги, доступ к СМИ, административный ресурс, возможность широкого присутствия в медиа. Все это мы понимали, что у нас нет, а у других кандидатов есть. Понятно, что надо пытаться выстроить проект таким образом, чтобы свои сильные стороны максимально использовать, а свои слабые стороны максимально оказались неделевантными. Продолжение следует...